Стоять! Стоим, 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 стоим. За что задержан? Соляку, снова. Торжокским межрежевым следственным отделом регионального СК по материалам, предоставленным у ФСБ России по Тверской области, расследуется уголовное дело в отношении троих лиц, подозреваемых в хищении дизельного топлива, принадлежащего филиалу РЖД «Октябрьская железная дорога». По версии следствия, 16 июня 2023 года сотрудники эксплуатационного локомотивного депо, находясь на территории Торжка, путем обмана совершили хищение дизельного топлива с тепловоза. Похищенное топливо в тот же день было реализовано, а сам факт хищения был сокрыт путем списания указанной массы топлива в пережог преследования тепловоза. Таким образом, филиалу РЖД «Октябрьская железная дорога» причинен материальный ущерб. Необходимо отметить, что в роли фигурантов входило осуществление руководства группой, координация в организации хищения топлива, организации хищения дизельного топлива, а также установление связи между участниками группы при совершении хищения, доставления тепловоза в подменный пункт локомотивных бригад и обеспечение доступа для откачки топлива. В рамках уголовного дела следователям СК совместно с сотрудниками областных УФСБ и Росгвардии осмотрена территория подменного пункта локомотивных бригад в городе Торжке. В ходе проведенных следственных действий пресечена попытка хищения 700 литров дизельного топлива с тепловоза, изъято более 4 тонн дизельного топлива, готового к реализации, изъято тара, шланги, насосы для перекачки топлива, а также транспорт, оборудованный емкостями для хранения топлива. Задержано трое участников преступной деятельности, в отношении которых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к совершению преступления. В Твери на Краснофлотской набережной автомобиль Киа, выезжая со второстепенной дороги, наехал на велосипедиста, который двигался по главной дороге. С травмами велосипедист, мужчина 65-го года рождения, доставлен в больницу. На улице Горького автомобиль Пежо при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу. После удара мотоцикл отлетел на женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре. С места аварии доставлены в больницу водитель мотоцикла, мужчина 83-го года рождения и 33-летняя женщина-пешеход. Команда регионального спортивного общества «Динамо» успешно выступила на всероссийских соревнованиях. Соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, пистолета Макарова и автомата Калашникова проходили с 3 по 8 июня в городе Суздаль Владимирской области. В турнире приняли участие 300 спортсменов из 45 регионов Российской Федерации. Тверскую команду представляли сотрудники областных управлений ФСБ, ФСИН и Росгвардии. По итогам соревнований в напряженной борьбе команда «Верхневожья», показав высокие результаты, завоевала бронзовые медали, заняв третье место в стрельбе как из пистолета, так и из автомата Калашникова. Кроме того, представительница УФСБ России по Тверской области заняла второе место в личном первенстве среди женщин при выполнении упражнения ПБ-2 «Стрельба из пистолета» по неподвижной мишени с одной руки.